Раз, раз, да. Можно начинать. Коллеги, добрый день. Меня зовут строката Олег. Я руководитель отдела тестирования компании 1S Bittrex. Это Леша Кирсанов, наш ведущий разработчик. И сегодня у нас мастер-класс по созданию своих активити. Ну, вначале краткое вступление о том, что такое бизнес-процессы. Мне интересно, кто из вас уже использовал бизнес-процессы? Много. Ну, что такое бизнес-процессы в компании? Мне это нравится представлять в виде какого-то маршрута, по которому я иду и который приведет меня к цели. Что позволяет сделать наш инструмент? Наш инструмент позволяет идти к этой цели, по этому маршруту и не сбиться. И дойти до этой цели кратчайшим правильным путем. И также наш инструмент покажет, где вы сейчас находитесь. Леша, давай следующий слайд. Какие бывают бизнес-процессы у нас? У нас бывают бизнес-процессы последовательные в нашем битриксе. И, Леша, следующий слайд. Бизнес-процессы со статусами. Я просто сразу же отвечу на один вопрос. Часто спрашивают, когда какое использовать. По сути, это просто удобство отображения информации. То есть, если у вас очень простой бизнес-процесс, например, бизнес-процесс командировок, он на следующем слайде есть, то достаточно использовать последовательный бизнес-процесс. Если у вас сложный бизнес-процесс, о котором мы будем говорить сегодня в мастер-классе, для удобства отображения информации, для удобства работы с ним, рекомендуем использовать обязательно бизнес-процессы со статусами. Ну и кратко о том, как начать с ними работать. Нужно просто перетащить действия. Леша, следующий слайд. Да. Настроить параметры действия. Ну и начать работать. Давайте уже начнем наш мастер-класс. Мы хотели сначала записать видео, но потом решили, что будем показывать вживую. За основу мы взяли наш бизнес-процесс. Не наш, а бизнес-процесс. Введение проекта в веб-студии и компаний. Так. В этом бизнес-процессе я отметил несколько основных этапов. Как вы видите, я взял за основу бизнес-процесс со статусами. Что будет делать наш бизнес-процесс? Он будет вовлекать project-менеджера, он будет вовлекать разработчика, будет вовлекать тестировщика, дизайнера и верстальщика. Ну, кратко пройдусь по основным статусам. Что будет делать наш процесс? Бизнес-процесс я сделал на списках, да. Вот это есть списки. Прежде всего, я настроил сам список. Я задал необходимые поля. На этапе создания нового проекта я буду выбирать, буду заполнять название проекта. Я буду выбирать человека, который будет отвечать за тестирование, за верстку, за дизайн и разработчика. Ну, конечно же, эти поля можно будет сделать множественными. Ну, в нашем примере это одиночные поля. Дальше. Можно будет приложить файл технического задания в бизнес-процесс. Ну и приложить дальше, я тут задал такие поля, например, как локальная ссылка проекта, чтобы все участники проекта могли видеть, сразу же получать ссылку, где идет разработка. Так, это была краткая настройка, вступительная, списков. Ну, давайте кратенько пройдемся по статусам. Как только project manager создаст проект, собственно, это форма создания, ему придет задание. Задание на разработку ТЗ. Он должен это задание утвердить, либо не утвердить, и тогда наш проект будет заморожен. Я задал точки входа в статус. Сейчас у этого статуса появились линии, которые обозначают, в какой следующий статус мы пойдем. Далее. После того, как наш проект, наше ТЗ будет утверждено, мы пойдем в разработку. Что мы делаем в разработке? Здесь я сразу же разбил этот этап на два. Я буду смотреть, это первый этап разработки или уже повторный этап разработки. О том, когда будет второй этап разработки, я скажу также чуть позже. Если это будет первый этап разработки, мы будем отсылать сообщение всем участникам группы. Давайте я просто для примера покажу настройку одного действия. Не буду на этом останавливаться. Кстати, коллеги, подробный пример настройки вот этого бизнес-процесса я рассматривал на вебинаре. Прямо вот этот бизнес-процесс был. Кому интересно, вы мне напишите. Я вам пришлю и ссылку, и в конце сам шаблон этого бизнес-процесса. Так. Пойдет задание. Да, мы поменяем все статусы в нашем списке. То есть поставим им, что верстка у нас будет в процессе, программирование у нас будет не начато. И здесь в данном случае проект пока что еще не принят. Первое задание получит дизайнер. Как только он у нас выполнит проект дизайна, он должен будет одобрить, то есть завершить это задание и приложить файлы дизайна. В этом мне поможет действие запрос дополнительной информации. Сюда будут приложены файлы дизайна. Также эти файлы будут у нас отражены и в списке. Я позже покажу, как это выглядит. После того, как будет завершен дизайн, пойдет задание верстальщику на то, чтобы он нам сверстал все по представленному дизайн-макету. Верстальщик тоже у нас завершит наше задание. Наш бизнес-процесс поставит необходимый статус, что верстка у нас готова. И после этого мы пойдем в тестирование. Придет задание тестировщику на то, чтобы он протестировал проект. Как выглядит статус тестирования? Здесь, в общем-то, тоже у нас типовой набор действий. Это сообщение о соцсети. Это постановка заданий тестировщику, чтобы он нам протестировал. И после того, как он выполнит весь комплекс тестирования, он должен будет одобрить проект. Если он его не одобряет, то он должен будет нам указать, что необходимо доработать. Либо программирование, либо верстку. В этом нам поможет также действие запроса дополнительной информации. Как это будет выглядеть позже, я также покажу. Статус… Ветка одобрена, она неинтересна. Мы сразу же переходим на сдачу проекта. Я попробую показать, если мы успеем, Леша, то попробуем показать, что происходит, если мы проект не одобряем. Так, если мы отправляем проект на доработку. Я сейчас вернусь в статус разработка. Да, то мы пойдем по этой ветке. Как мы смотрим, что нам проект требуется доработать? Что это вторая итерация разработки? Забыл сказать, что мы здесь ввели такую переменную, как повторная проверка. Мы ставим ее… Да. То есть у нас повторная проверка. И наш бизнес-процесс будет знать, что нужно разрабатывать повторно. Либо верстку, либо программирование. Так, ну и здесь у нас дальше финальный статус. Это если мы… Все хорошо. Если наш проект будет сдан, то мы просто переходим в статус сдача проекта. Но здесь тоже набор таких достаточно стандартных действий, как, например, постановка задачи project manager на финальный прогон, сообщение о соцсети. Я вот еще здесь создал, например, события календаря. Все. Мы сдаем наш проект и начинаем работать дальше. Но я сейчас не буду его запускать. Да, и я как не разработчик создал этот проект сам, но вот мне для моих дальнейших действий требуется помощь разработчика, которым будет являться Леша Кирсанов. К нему именно я пошел и попросил мне приготовить такие действия. Мне необходимо связать наш бизнес-процесс со сделкой CRM. Пардон. Я хочу, чтобы наш проект начинал… Чтобы работа над проектом начиналась только когда стадия… Только когда сделка в CRM перейдет в определенную стадию. У нас такого сейчас дефолтного действия нет. Вот Леша мне в этом поможет. Дальше. Мне необходимо, чтобы Леша мне сделал еще одну activity. Мне необходимо, чтобы он все файлы, которые будут участвовать в этом проекте, чтобы он мне сложил их в файлы диска. Здесь он покажет работу с API нашего нового диска. Да, Леша? Покажешь? И еще я хочу, чтобы он сделал мне одно действие. Я хочу, чтобы он связал наш проект, наши бизнес-процессы с группой соцсети. Что будет делать? Как только мы утвердим наш проект, наше ТЗ, все участники, которые будут выбраны на этапе создания проекта, они все будут автоматически добавлены в группу соцсети. Без их подтверждения. Ну, Леша, давай, тебе слово. Да, пришло к нам ТЗ. Тебе дать микрофон? Договариваемся об оплате. Тысяча три в час нормально? Хорошо. Забираем гарнитурку. Пять. Продукт менеджер пять советует брать. Так, и попробуем сделать действия, которые были нам заказаны. Как-нибудь простенько и эффективно. На самом деле делать действия довольно просто. Что нам нужно для начала? Будем прямо вживую делать. Если у меня что-то будет не получаться, будете мне подсказывать. Первое действие – это действие, которое будет ожидать какого-то статуса сделки CRM и потом продолжать выполнение бизнес-процесса. То есть бизнес-процесс доходит до этого действия, останавливается, ждет статуса сделки. Сделка приходит в этот статус определенный. Бизнес-процесс поднимается из базы и продолжает свою работу. Что нам нужно? Прежде всего нам нужно создать папку, рядышком с папкой битрикс, создать папочку кастом. Куда складываются все кастомные действия. Далее нам нужно взять такое-нибудь действие. Давай сначала я закончу, потом вопрос. Действие, которое будет наиболее похоже на то, что мы хотим сделать. Что с нуля писать? Мы хотим, чтобы действие чего-то ожидало от пользователя или от системы. Поэтому нужно взять какое-то действие, которое умеет ожидать уже. Например, действие, которое пауза выполнения ожидает какого-то времени. Мы его копируем и вставляем в нашу дилей-активити. Копируем и вставляем в папочку кастом. О, вставка. Ну, что нам нужно сделать? Это переименовать теперь. Дилей-активити нам не подойдет, такое уже действие есть. По именам пересекаться не надо. Будет у нас crm-state-активити называться. Переименовываем папочку. Удаляем лишнее. Яваскрипты нам никакие не нужны. Удаляем. Иконку мы не дизайнеры потом нарисуют. Удаляем. Файлик delay-активити опять же переименовываем в crm-state-активити. Языковые файлики. Yen переводами мы не занимаемся, потом переведут сами. Удаляем. В папочке.ru опять файлик перевода delay-активити, языковые ресурсы. Переименовываем. В crm-state-активити. В общем-то базовые действия мы сделали. Можем радостно переходить в какой-нибудь редактор. Например, в данном случае это php-шторм. Что нам нужно сделать для начала? Для начала у нас в файлике .description содержится описание действия. Это описание используется у нас в визуальном редакторе бизнес-процессов, который, кстати, в очередном обновлении на этот релиз будет существенно доработан. Если я буду вспоминать по ходу действия какие-то вещи, которые мы планируем на будущий релиз, я буду о них упоминать. Что нам нужно? Нам нужно сделать непересекающиеся имена ресурсов языковых. Нам нужно переименовать класс базовый. Откуда мы будем тырить? Отсюда будем тырить. Базовый класс JS для редактора. И заранее сразу создадим специальную запись в виде элемента, опять же, массива описания, которое будет означать, что данное действие умеет после своего выполнения возвращать значение как дополнительное значение в бизнес-процесс. Для того, чтобы можно было воспользоваться этой информацией для дальнейшего выполнения. В данном случае мы добавляем пункт return и будем возвращать единственное значение семантику стадии сделки в CRM, которая будет говорить о том, эта сделка еще в прогрессе, эта сделка финальная неуспешная или эта сделка финально успешная. Сразу добавим переводы в языковой файлик. Я их скопирую из подготовленных уже заранее. И переходим к самому интересному. Самое интересное, это, конечно, код действия. Нам теперь нужно поменять наш код delay activity, немного доработать для того, чтобы получить наше интересное действие, связывающее бизнес-процессы и CRM. Ну и здесь нам нужно изменить название класса, прежде всего. Дилей на state. Удаляем лишнее. Удалять всегда приятно, потому что это не писать. Нам нужно изменить параметры, свойства действия. Если у нас у действия паузы были свойства, это время, на которое пауза устанавливается, и тип, то нам нужно код сделки, статус и семантика его. Вот в этом параметре код сделки у нас будет код, то есть сделка, которую мы отслеживаем, ожидаем выполнения. Сюда будет приходить у нас статус, который мы ожидаем, ну то есть финальный статус, если какой-то может промежуточный мы ожидаем статуса, может быть там первоначальная проплата, предоплата идет, есть специальный статус. И семантика того статуса, с которым мы вышли из этого действия, для того, чтобы можно было проанализировать. Это была какая-то промежуточная стадия, это была финальная стадия успешного завершения сделки, или финальная стадия, когда сделка провалена. стираем опять же код подписки, потому что у нас такого понятия нету здесь. И приходим к самому интересному и главному методу любого действия, это метод execute, который выполняется непосредственно в момент, когда выполняется это действие в бизнес-процессе. Воспользуюсь домашней заготовкой. Я объясню, что она делает. Что нам нужно? Нам нужно проверить нормальные настроенные параметры, вылететь, если не успешно, проверить установленный модуль CRM. Дальше нам нужно получить по коду сделки эту сделку и проверить, может быть мы уже находимся в данной стадии, которая нам требуется. И нам не нужно выполнять подписку на события, ожидания и так далее. Нам нужно просто выполнить то, что действие должно сделать и продолжить работу бизнес-процесса. Для этого мы выгребаем из базы сделку, получаем семантику ее статуса и смотрим, если у нас либо статус равен ожидаемому, либо семантика уже не в работе, а какая-то из финальных, тогда мы записываем семантику, возвращаемый параметр и возвращаем значение, что действие завершено. Если нет, мы вызываем метод подписки. Мы сейчас подробнее рассмотрим, что в этом методе происходит. И, наконец, нам после того, как произошла подписка, нужно что-нибудь интересное записать в лог, чтобы понимать, что происходит с бизнес-процессом. Запишем в лог информацию о том, какую сделку мы ожидаем. Записали. Заголовок сделки мы запишем в лог. Подписка. Метод подписки. В чем суть? Суть его заключается в том, что именно он вызывается, когда нам нужно что-то начать ожидать, и мы должны его поменять. Здесь в данном случае мы подписывались, лишнее удаляем, подписывались на шеддоллер сервис специальный, на события времени. В данном случае мы подписываемся не на события времени, а на события, ну, обычный механизм событий нашего продукта. CRM, когда происходит изменение статуса, CRM посылает события, которые мы можем обработать программно, а можем подписаться вот из бизнес-процесса. Для этого нам что нужно сделать? Нам вместо subscribe на время сделать нужно subscribe на события. Он event. Ну, параметры, да, будут отличаться параметры. Нам нужно также указать instance, но самое главное, нам нужно указать, на какое событие мы подписываемся. Мы говорим, что мы подписываемся на CRM, на события on auto CRM deal update, то есть на после обновления сделки CRM. И, в общем-то, нам в подписке больше ничего не нужно. Теперь в отписке. Отписка возникает когда? Отписка возникает тогда, когда событие уже произошло, и нам нужно перестать его отслеживать. Соответственно, мы должны сделать обратное действие. Лишнее удаляем. Сделать unsubscribe в данном случае. Отписку. Теперь важное. Что происходит, когда событие возникает, наконец? On external event. За это отвечает именно это действие. В этом действии мы должны посмотреть, подходящая ли это стадия. Если подходящая, то мы должны ее семантику вернуть и закончить выполнение данного действия и запустить бизнес-процесс на дальнейшее выполнение. Если это еще сделка не в том статусе, который мы ожидаем, или вообще не та сделка, то мы должны пропустить данное событие и ожидать своего. Опять же, делается это крайне просто. Уже код похожий на то, что было. Мы проверяем по коду сделки, то ли эта сделка послала событие, которое мы ожидаем, проверяем, менялся ли статус ее. Если он менялся, берем его семантику и проверяем, либо у нас сделка уже в том статусе, который мы ожидаем, ну, если она не в том статусе, который мы ожидаем, либо если она еще в прогрессе, то есть не финальный статус, тогда мы просто выходим из этого действия, мы ничего не должны делать. А если условия выполняются, значит, это то, что мы ожидаем, и мы радостно завершаем данное activity, данное действие. И, наконец, мы должны сделать то, что, в принципе, на выполнение самого действия уже не влияет, но нам нужны настройки. То есть нам нужна визуалка, которая в редакторе позволит задать параметры в зависимости от того, что нам нужно. Мы должны эту штуку запрограммировать. Значит, нам нужно разобраться с действием валидации параметров. Ну, опять же, ломать не строить. Мы просто подменяем параметры действия паузы на параметры того действия, которое мы хотим. Языковую нашу фразу, чтобы не пересечься, не дай бог, по языковым сообщениям подменяем. Выкидываем лишние методы. Опять же, ломать не строить. И, наконец, у нас остаются два последних метода, первый из которых рисует диалог для настройки действия, а второй сохраняет его данные в шаблон бизнес-процесса. Мы их существенно упрощаем. Нам не нужно все то, что было в более сложном действии. Нам нужен гораздо более простой вариант. Здесь мы смотрим, какие у нас значения есть. Сохраненные уже для данного активити. Если нет, значит нет. Лишнее выкидываем. И альтернативное действие по записи. Опять же, лишнее выкидываем. Это действие, которое собирает значения с формы и записывает в шаблон бизнес-процесса. Опять же, нам вся махина того, что была не нужна. Нам нужно всего лишь здесь две записи. Мы почти закончили с данным действием. Осталась только непосредственно сама форма настройки, которая у нас радостно вылезает. Ну вот. Вот эта форма. У нас как раз осталось 9 минут, поэтому давай как-нибудь ускоримся. Да, поэтому мы сейчас берем и эту форму копируем целиком из заранее подготовленной. Что у нас здесь есть? У нас проверяется на подключенность модуля CRM и запрашивается код сделки, откуда бы он ни брался, и стадию, которую мы отслеживаем. По-быстрому добавляю переводы подготовленные. Добавил. И для Properties Dialog там нам переводы не нужны. Так. Все. Мы закончили с действием. Теперь у нас есть действие, которое ожидает статуса сделки и после этого продолжает выполнение бизнес-процесса. Также у нас было заказано еще два действия. Это действие по созданию группы соцсети и действие по копированию файлов. Но я с вашего разрешения воспользуюсь уже заготовкой своей и просто покажу. Есть что-то интересное рассказать? Да, я покажу их уже в готовом варианте, чтобы не тратить ваше время. Все. Создано. И они у нас радостно появились. Значит, легко очень делать, если это действие не является действием подписки на какие-то события, их делать еще проще. Берем самое простое действие, действие выполнения PHP кода. Копируем его абсолютно точно так же, как и копировал. Заменяем название и подменяем одно единственный метод, один единственный метод execute. Стираем то, что там было, меняем на то, что мы хотим получить. В данном случае это действие создания группы соцсети. Стираем все, что было и в execute вставляем то, что нам нужно, а именно обработку пользователей, которые должны войти в данную группу соцсети. Тема. Формируем массивчик и говорим create. Это вот группа соцсети, рабочую группу. Все, в общем-то. То же самое действие копирования. Здесь я воспользовался новым модулем диска, который сейчас уже у нас есть в B24 и на следующей неделе выходит дистрибутив, он выходит в коробке. То же самое, копируем какое-нибудь простейшее действие типа выполнения PHP кода и меняем метод execute на то, что мы хотим. Здесь, как вы видите, уже используется API в новом формате, в формате D7 со всеми наворотами, потому что модуль диска это бывший webdav, но существенно переписанный, под новые веяния, новые понтовые API красивые, за которые не стыдно. Что мы делаем? Мы смотрим, где у нас наше хранилище для данной группы, если оно есть, то есть замечательно, если нет, то мы создаем это хранилище, создаем папку, если вдруг нам нужно создать папку и создаем файлы. Вот очень, в общем, очень просто все происходит. И все, больше нам ничего делать не надо, мы получаем ровно то, что нам было заказано от заказчика. Да, Леша, спасибо. Ну, я не буду сейчас запускать бизнес-процесс, я лишь покажу, куда я эти действия оставлю, потому что времени у нас уже совсем мало. И скоро мы пойдем на кофе-брейк. У меня уже есть заготовочка с новым бизнес-процессом. Наше действие связки бизнес-процессов с CRM. Я добавил статус разработка ТЗ. Да. вот здесь будет это activity. Здесь оно настроено. При создании проекта я должен буду указать сделку CRM, которую будет ожидать бизнес-процесс. Наше действие создания группы. Я вставил в статус разработка. Вот это действие, вот это activity. Будет создана группа соцсети с названием проекта, который я укажу при создании элемента списка. Так, и наше действие сбора файлов в диск группы я вставил уже не помню куда, по-моему, на этапе сдачи проекта. Так, да, вот это действие. Коллеги, мы хотели успеть запустить этот бизнес-процесс, показать, как он работает, но не это было целью. Давайте уже, наверное, будем завершать. У нас есть готовый бизнес-процесс, я знаю, что он вам нравится, и я, как и говорил, я готов вам предоставить шаблон бизнес-процесса и эти activity, поэтому сразу же подходите, я вам дам свои контакты, либо вот они здесь написаны. Давайте вопросы. Хочу, покуда вопросов нет, заключение отметить, что на следующий релиз запланированы большие изменения по поводу бизнес-процессов, поэтому многое будет еще интереснее и удобнее, чем я сейчас показывал. В 15.5, в последнем докладе мы обязательно об этом расскажем, хотя это уже на самом по себе было очень страшно, я вообще думал, сейчас они все запустят и мы наконец увидим весь этот результат. Пожалуйста, можно запустить. А мы можем запустить, если есть время. Да? А что, это много времени? Там потребуется минуту. Давай, пока ты отвечаешь на вопросы, Леша запустит. Хорошо. Я буду отвечать на вопросы, а Олег запустит. Пожалуйста. Здравствуйте. Спасибо за доклад. А когда можно будет активити добавлять в папку локал, а не в битрикс, активити с кастом? Активити в папку локал можно складывать уже сейчас, насколько я помню. В кастом не читать. Ну, я проверю. Я помню, что там есть для папки локал специальные условия, только я не помню, какая там должна быть под папкой именно. Я проверю, я вам скажу. И как распечатать в действии добавления в журнал, влог, выполнения бизнес-процесса полностью автора? Потому что, если мы выводим туда просто как бы автор, ну, выбираем пользователя, которого прописать, то он, соответственно, просто пишет слово автор. То есть он при добавлении влог не разбирает строчку. И если мы какие-то манипуляции с template target user printable, то там тоже, соответственно, никаких… Он просто пишет user, нижнее подчеркивание, одичник. То есть при изменении или при создании, в принципе, мы еще можем посмотреть, да, на того, кто создал этот элемент, там, либо сделку, либо элемент инфоблока. А при изменении, вот кто поменял именно в данный момент? Ну, в данном случае это автор будет не тем, кто изменил, а тем, кто создал. Дело в том, что идеологически автор – это не пользователь, это группа. И поэтому она и пишется как автор, как имя группы. А автор, который как пользователь, его можно из документа вычитать, потому что created by там или creator id или что-то такое, там и будет автор лежать. И у него, как правило, есть printable. Я даже про человека, который запустил бизнес-процесс. Про target user. который запустил. Есть специальная переменная, в которой он всегда хранится. То ли template user, то ли что-то такое. Но он выводится как user, нижнее подчеркивание, айтишник этого человека. Код, да. Target user printable, он не выводит его как стандартный. Есть лайфхак. Можно эту штуку записать в переменную, а у переменной действует printable, и тогда оно нормально отформатируется. Но я знаю об этой штуке, да, это особенность, и я думаю, что в очередном релизе мы сделаем более удобный механизм. Круто. Без использования переменной можно сделать. Пожалуйста, вопрос еще. Здравствуйте, Иван. Компания SoftBalance. Я здесь. Вопрос такой. Появятся ли бизнес-процессы со статусами в CRM? Бизнес-процессы со статусами? Сейчас в CRM есть только последовательный бизнес-процесс. Возможно создавать. Нет. Почему? Нет, везде есть. Дело в том, что бизнес-процессам все равно, кто их запускает. CRM, не CRM. У них один тот же функционал для всех, поэтому там есть. Может быть, там проблемы с интерфейсом не совсем понятно, как это сделать? Тогда это вопрос к интерфейсу. Мы можем посмотреть, да, по поводу этого. Но как таковые бизнес-процессы со статусами там есть. А можно сейчас? Ну, просто интересно. Это же наверняка пара там щелчков. Я боюсь, что у нас нет времени, коллеги. Подойдите потом, коллеги, и он посмотрит, и разберитесь, в чем. И второй вопрос, коротенький. Подойду. Второй короткий вопрос с бизнес-процессами в задачах. Планируется ли? Значит, по поводу бизнес-процессов в задачах. Бизнес-процессы можно присоединять к любому модулю, и сейчас как раз мы, ну, не мы, постановщики на следующий релиз разбирают этот момент, к каким еще сущностям Битрикса нужны бизнес-процессы, потому что это могут быть и задачи, это могут быть заказы в магазине, а все что угодно может быть. Поэтому если есть такая потребность, вот Юрий у нас глава отдела этого постановки, и подходите к нему, говорите, что вам нужно именно для этого, он, соответственно, это учтет при формировании ТЗ. Спасибо. Спасибо, Леша. у нас еще вопрос. Краткий вопрос. Как вы дебажите произвольный PHP код в рамках бизнес-процесса? Хороший вопрос. Ну, есть разные способы дебага, это зависит от, так сказать… Понятно, что не стоит вопрос вывода переменных или параметров в лог, да, это все нормально. Когда у вас реально в командной строке PHP код отрабатывает, а в бизнес-процессе выдает пустую переменную, значение. Как вы это дебажите? Ну, мой любимый метод дебага всегда один, это деление пополам. В середине ставлю отладку, смотрю, если фигово, значит проблема в начале. Если хорошо, значит проблема в конце. А также пользуются там, ну, стандартные механизмы, там точки останова в дебаггерах, которые пошаговые и так далее. Просто вопрос не праздный возник, а именно при запросе массива из задач, именно, да, статуса задачи. Если getbyid метод использовать без фолса, да, просто идишник передавать, то работает в командной строке. А если то же самое пытаться бизнес-процесс в произвольном шкоде, то ничего не выдается. Надо фолс дописывать обязательно. Вот такая вот особенность. Но это нужно попробовать в реальности. Так я на вскидку-то не скажу, конечно. А не пробовали. А тикет оформлен? Оформите тикет, и я попробую. Если там что-то не так, я тогда напишу, что не так. Спасибо. Пожалуйста, вопрос. Вопрос следующий. Бобров Антон, компания Первый бит. Нет возможности с помощью команды перевести бизнес-процесс в другой статус, если по нему не закрыты какие-то задания. Иногда это бывает необходимо. Да, сейчас у нас команда перевода в другой статус, она помечает, что бизнес-процесс будет переведен в другой статус, но при этом продолжает выполнение до конца этого статуса. И есть такой запрос о том, чтобы переводить мгновенно сразу. Я думаю, что в результате доработки на этот релиз, если там не будет технических сложностей, то эту штуку мы сделаем, потому что поэтому есть вопросы, есть запросы уже достаточно давно. И еще один вопрос. Не сумели разобраться, как с помощью API получить весь набор бизнес-процессов, которые связаны с каким-то элементом? Ну, то есть по какой-то сущности запущены бизнес-процессы? Как получить полный список этих бизнес-процессов? Например, для того, чтобы разом их все закрыть. Так, ну смотрите. По сущности всегда можно все когда-либо запускавшиеся бизнес-процессы получить, останется только выяснить, какие из них запущены сейчас. Сейчас будут запущены те, у которых есть живой экземпляр в таблице бизнес-процессов. Ну, давайте вы подойдете, я посмотрю по коду, потому что на вскидку я так, наверное, на память не скажу. Спасибо. Потому что технически по базе там все видно сразу, а именно по API. Хорошо. Коллеги, спасибо большое. Спасибо, Олег, Леша. Спасибо.